Ньюсмейкер сегодняшнего дня. Новый премьер-министр. Главой Кабмина стал уже бывший глава администрации президента Ухжас Бектенов. Такая кандидатура для большинства казахстанцев была весьма неожиданной. Озвучивалось много экспертных прогнозов, но ни в одном из них фамилия Бектенова не фигурировала. Сколько депутатов поддержали его кандидатуру, почему некоторые от голоса воздержались и что думает о новом примере президент. Обо всех подробностях с кулуаров парламента расскажет моя коллега Саяна Санакова. Сегодняшнее заседание Мажелиса было одним из самых ожидаемых. Именно здесь стало известно, кто станет 13-м премьер-министром страны. Сначала кандидатуру выдвинула партия Аманат, затем президент инициативу поддержал. За проголосовало 69 депутатов, воздержало 7. В итоге новый глава Кабмина Олжас Бектенов. Фамилия в стенах правительства новая, но отзываются о нем очень активно и в основном даже положительно. Президент, поддерживая кандидатуру Бектенова, указал на его трудолюбие и образованность. Президент, поддерживая кандидатура Кабмина Олжас Бектенова, указал на его трудолюбие и образованность. А задач перед Бектеновым очень много. Как сказал президент, он должен будет придать правительству новый импульс. И под этой тонкой фразой стоит многое, в том числе экономика, которую нужно поднимать. Но осилит ли новый премьер с образованием юриста такие надежды? Депутаты считают, что да, сможет. Вот он оперативник, он силовик. Он привык так работать. Он не будет уговорить. Для этого существует. Сейчас мы изберем экономиста, мы скажем, но он не сельхозник. Изберем сельхозника, мы скажем, он не энергетик. Поэтому здесь нужен руководитель. Здесь нужна железная рука. Железная рука, которая кратко, одним предложением даст команду. И все поняли, побежали выполнять. Буквально все из тех, кто проголосовал за, уверены в новом премьере на все 100. Ссылаясь на его блистательную карьеру борца с коррупцией. А что думают те, кто от голоса воздержался? Можелесмены сказали, что дадут свой голос тогда, когда Бектенов покажет реальные результаты, а не пустые надежды. Мы просто не знаем достаточно хорошо эту кандидатуру. Ранее мы не видели, что он какие-то экономические проекты реализовывал или продвигал. Поэтому есть такая вот замене двояко. И так и так. Поэтому мы воздержались. Это позиция. Возможно, если они будут работать под руководством Лжаса Бектенова, они раскроются по-новому, с новым руководителем. Сейчас мы просто новому премьер-министру напомнили о том, что не нужно идти по тому пути. Нужно принимать смелые решения, нужно проявлять инициативу, брать на себя ответственность. Как бы новому премьеру не противились, Бектенов у поста. Поручение президента он пообещал исполнить. Бектенов заявил, что основная задача – поддержка отечественного бизнеса. Кроме того, важно эффективно использовать потенциал сельского хозяйства. Также его Кабмин будет работать над водными ресурсами, энергосбережением и логистикой. Впрочем, обещаний, как правило, много. Но, как говорится в одной хорошей народной пословице, баснями соловья не кормят. Народ Казахстана ждет изменений, положительных изменений. А будут ли они? Вопрос, как всегда, актуальный. А действенный ответ – за вами, господин премьер-министр. Сейна Санакова, Виктор Джигирис, Атамикен Бизнес.